Материально-техническая база Это то самое место, откуда режиссеры берут настоящие танки для съемки фильмов про Великую Отечественную войну Сегодня мы снимаем здесь советский тяжелый танк ИС-2 Тяжелый советский танк ИС-2 был разработан в 1943 году Применялся по советской армии на финальном этапе войны Это А-44-й, А-45-й года Использовался для штурмовки городов, для освобождения городов Европы преимущественно Танк был призван противостоять самым совершенным танкам вермахта Это Тигр, Королевский Тигр и Пантера Которые до какого-то момента считались во многом неуязвимыми Танк ИС-2 успешно справлялся с этой боевой задачей Советские инженеры доказали, что мы можем делать танки не только не хуже немецких, но и лучше То есть ИС-2 — это настоящее оружие победы Экипаж танка ИС-2 состоял из четырех человек Из-за того, что конструкторам пришлось значительно уменьшить обитаемое деление танка Пришлось отказаться от стрелка-рагиста, функции которого были распределены среди членов команды Боекомплект танка ИС-2 составлял 28 снарядов раздельного заряжания Зафиксированы случаи, когда советские бойцы везли с собой свыше 40 снарядов Для того, чтобы вести эффективные городские бои в условиях городской застройки Танк оказывал огневую поддержку штурмовым группам Состоящим из стрелков-автоматчиков, огнеметчиков или снайпера в условиях городского боя Танкам в войсках были очень довольны Это была надежная, очень ремонтоспособная машина Танк, который был выведен из строя под битв Иногда возвращался в строй, на следующий день его было очень просто отремонтировать Танк ИС-2 представлен, конечно, в нашей игре War Thunder В игре он появился сразу с началом открытого бета-теста наших танков Каждый из вас может попробовать и оценить эту суровую, грозную машину в игре Так что играйте в War Thunder, пробуйте настоящие танки Ну а мы попробуем и дальше снимать для вас сюжеты про настоящие боевые машины Рассказывать их историю и, конечно, показывать, какими они являются в жизни Всего доброго!